МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с Батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятели храма иконы Божьей Матери от Рады и Утешения на Ходынском поле, город Москва, протеерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, Батюшка! Здравствуйте! Благословите наших телезрителей! Господи, благослови! Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! Аминь! Тема нашей передачи сегодня – воспитание добродетелей. Отец Иоанн, зачем человеку нужно воспитывать в себе добродетели? Любой человек, появляясь на свет, возрастая, имеет определенную цель своего бытия, своего существования. Кем бы человек ни был, он всегда ставит перед собой какие-то цели. Естественно, для достижения цели необходимо совершенствование. Самовоспитание, самообразование, приобретение тех или иных навыков. Но особенно это касается области души человека. Воспитание добродетели – это, собственно, главная цель человеческой жизни, потому что цель человеческой жизни – достижение Царства Небесного. Цель жизни человека – научиться любить Бога, научиться любить людей. А для этого необходимо совершенствование. Потому что изначально человек рождается поврежденным грехом. И всю жизнь испытывает это воздействие греха на самом себе. Испытывает силу, которая все время мешает ему дощить цели его жизни – любить, быть милосердным. И вот для того, чтобы двигаться на этом пути, для того, чтобы совершенствоваться, необходим постоянно труд человека. Необходимо постоянно самовоспитание, самосовершенствование. Собственно, это происходит в любом деле. Если хочешь достигнуть какого-то успеха, результаты, ты должен постоянно заниматься этим делом, тренироваться, развиваться. Но особенно это необходимо в духовной жизни. К сожалению, часто людям кажется, что область души, она как бы изначально дана Богом человеку, и она не требует никакого усилия для развития. На самом деле это не так. Если человек не занимается своей душой, своим самосовершенствованием, то он деградирует. Как Господь говорил апостолам, «Кто не со мной, тот против меня». Если человек не идет за Христом, если человек не подвизается в духовной жизни, то, как правило, он движется в противоположном направлении, деградирует. Поэтому ему, конечно, необходимо постоянное усилие, постоянный труд в этом направлении. Как человеку осознать необходимость воспитывать в себе добродетели? Человек может жить без этого и чувствовать себя как бы счастливым? Ну, это, наверное, ключевой момент жизни человека, когда вдруг осознаешь, что ты живешь неправильно. Когда вдруг понимаешь, что ты не идешь к той цели, которая для тебя самая главная в жизни. Это прозрение, наверное, это чудо Божие. Господь посещает человека благодатью. И в этот момент человек вдруг начинает ясно-ясно осознавать свою жизнь, осознавать самого себя со всеми своими грехами, беззакониями, безобразиями, несовершенством и так далее, и так далее. И вот в этот момент, момент кризиса, так называемого, как бы духовной кризиса, вдруг меняются все ориентиры человеческой жизни, вектор направления человеческой жизни меняется, может измениться совершенно напротивоположно. Пример, например, Мария Египетская, которая жила в блуде, в страшных грехах, и вот вдруг, в какой-то момент, осознав свое недостоинство, свою греховность, в корне меняется свою жизнь, становится великой подвижницей. Наверное, это момент действия особой благодати Божьего на человека. Это такой благодать, которая призывает человека вступление на путь покаяния, на путь самовоспитания в добродетели. А что помогает человеку почувствовать прикосновение благодати? Вот преподобный Антоний Великий однажды в молитве, обращаясь к Богу, говорил, Господи, почему не все люди получают благодать Божию? Почему солнце светит на всех, а благодать Божия как будто бы действует не на всех людей? И получил такой ответ от Бога, что я свою благодать изливаю на каждого, но не каждый человек готов эту благодать принять. Не каждый человек готов открыть свое сердце для благодати. Необходимы особые условия, чтобы человек смог ощутить благодать Божию и последовать призыву благодати Божией. И вот для того, чтобы это ощутить и осознать, разные существуют жизненные ситуации, которые сам Господь порой человеку посылает. это может быть и неудача в жизни, это может быть и скорбь большая, может быть и болезнь близкого человека, и смерть близкого родственника. Разные, разные обстоятельства жизни вдруг приводят человека в такое состояние, когда он начинает задумываться, правильно ли я живу, и для чего я живу, и в каком направлении я двигаюсь. И вот в этих условиях не каждый отвечает на призыв Божий. Тут как раз и действует свободная человеческая воля. Господь призывает, ставит человека в условии, когда он начинает задумываться о смысле своей жизни, но он может отмахнуться от этого вопроса и сказать себе, ладно, это не моего умодела, буду жить, как раньше жил. Пойду я лучше отвлекусь от этих мрачных мыслей, пойду я лучше как-то развлеку себя, получу какое-то удовольствие, забуду обо всех этих страшных вопросах, которые меня мучат. В таком случае человек остается в том состоянии, в котором он был, даже еще хуже. Но если человек ответит на призыв Божий, то он духовно преображается. Тогда он и ощущает, что жизнь его в корне меняется, ощущает новизну в своей жизни, ощущает обновление. Собственно, тогда и начинает духовно совершенствоваться и развиваться. То есть этот путь начинается с решимости? Конечно. С одной стороны, Господь призывает человека, а с другой стороны, человек должен ответить на этот призыв. Это еще раз свидетельствует о том, что воля человека очень важна в жизни. Не только благодать Божия действует на человека, но и сам человек, отвечая на благодать, участвует в своем спасении. Само собой ничего не происходит. Само собой ничего не бывает. Да. Просто так. Как некоторые говорят, ну ладно, будет у меня побольше времени, тогда я буду молиться, буду в храм ходить, вот выйду на пенсию, и тогда у меня все будет нормально в духовной жизни. Но если тебя Господь сейчас призывает, и ты на этот призыв не отвечаешь, то ты потом уже не получишь такой возможности, может быть, не получишь благодати, и уже никогда не поймешь, а для чего ты живешь. Шанс может быть упущен. А если этот призыв человек слышит уже в пожилом возрасте, не поздно ли резко поменять свою жизнь? Ну, в любой момент жизни Господь может призывать человека к покаянию, и никогда это не поздно. Это пример благоразумный разбойник, который висел на кресте и в последние минуты своей жизни познал Бога. Другое дело, что, конечно, в преклонном возрасте человеку уже труднее принести плоды покаяния. Вот как говорят святые отцы, что недостаточно просто осознать свои грехи и в них раскаяться, но еще надо принести плоды покаяния. Нужно потрудиться для того, чтобы преодолеть свои страсти, для того, чтобы укрепиться в добродетели. А если у человека осталось очень мало сил физических и очень мало времени, то, конечно, для него это гораздо сложнее. А как сделать так, чтобы укрепление в добродетели было глубоким, чтобы вот те самые плоды покаяния, они не были поверхностными, сиюминутными, а чтобы они вошли, как говорится, в плоти крови человека? Главный добродетелью христианский является смирение. Это добродетель, который не только помогает человеку духовно преуспевать, но который помогает человеку не гордиться этим духовным преуспеянием и, более того, даже не видеть этого духовного преуспеяния. Вот смирение, осознание своей немощи без помощи Божьей что-то сделать хорошее является как раз тем фактором, который способствует, чтобы человек не останавливался в своем развитии. Противоположное состояние гордыни препятствует развитию, потому что человек считает себя самым достаточным, считает, что он ни в чем больше не нуждается, он не просит у Бога ничего, он у людей ничего не просит, он самозамкнутый. Конечно, в таком состоянии перестает развиваться. Вот состояние гордыни, оно полностью останавливает развитие человека, а состояние смирения, наоборот, его все более и более стимулирует, подталкивает это развитие, потому что смирение, оно ведь, это осознание своей немощи, своего несовершенства по сравнению с милосердием Божьим, по сравнению с любовью Божьей, по сравнению с тем, что тебе Господь дает. И чем больше человек осознает, насколько он несоответствует той любви, которая изливается на него, тем более и более он уязвляется желанием, ревностью что-то сделать для Бога. Вот. Хоть как-то потрудиться для Господа в ответ на милосердие Божие. Чем гордость, гордыня, гордость отличается от чувства собственного достоинства? Чувство собственного достоинства это видение в себе образа Божия. И очень важно, кстати, сказать, в духовном развитии, воспитании самого себя и своих детей это чувство собственного достоинства развивать. Не случайно во время Тайства Исповеди мы обязательно читаем символ веры. Казалось бы, зачем нужно символ веры читать, когда мы говорим о грехах? А как раз для того, чтобы человеку показать то самое главное, ради чего он живет. И для того, чтобы человек сам в себе мог увидеть образ и подобие Божие и начать его развивать. И вот чувство собственного достоинства это как раз видение в себе образа Божия. А когда ты видишь в себе образ Божий, ты понимаешь, что ты должен еще много потрудиться, чтобы в себе его раскрыть, чтобы он в тебе утвердился, чтобы он стал преобладающим в твоей жизни. А гордыня, наоборот, она не видит образа Божия, а наоборот, она видит какие-то мнимые качества человека, как человека самого по себе без Бога. Потому что гордыня – это самоизоляция. не зря Деница, который был одним из совершеннейших ангелов, созданных Богом, отпал, потому что он возгордился и посчитал себя самодостаточным, посчитал себя подобным Богу и из-за этого не спал и стал демоном, стал духом нечистым из-за этой гордыни. Также гордыня губит любого человека, самого достойного, самого талантливого, самого хорошего, может погубить гордыни. Когда он начнет все свои таланты и качества приписывать самому себе, а забудет о том, что все это дано ему Богу. Как преодолеть гордыню? С чего начать преодоление гордыни? Мне кажется, что этот вопрос Господь сам решает за нас, потому что жизненные обстоятельства, в которых мы оказываемся, все время, все время нас ставят перед фактом, что мы немощные люди, что мы ошибаемся, что мы несовершенны. Важно только правильно понять обстоятельства жизни и сделать нужные выводы. Если у тебя случилась какая-то неудача или беда, и ты начинаешь роптать и всех осуждать, конечно, ты не найдешь выхода из этого положения. Но если ты осознаешь и поймешь, что это Господь тебя смиряет и показывает, кто ты есть на самом деле, то это для тебя будет очень каким-то таким продуктивным, важным импульсом для того, чтобы начать развиваться, преодолевать свои немощи, грехи, встать как бы на новую ступеньку своего развития жизненного. И Господь постоянно нас так вот вразумляет и скорбями, и болезнями, и неудачами, чтобы мы видели, кто мы есть на самом деле без Бога. И все эти вот трудности житейские, они заставляют нас все больше и больше надеяться не на самих себя, а на Бога, все больше и больше прибегать к молитве. я постоянно вижу эти примеры в больнице Боткинской, когда мы навещаем больных, людей, которые до больницы были совсем далеки и от веры, и от покаяния, и от молитв, но оказавшись в больничных стенах, оказавшись лицом к лицу со своей болезнью, порой очень тяжелой, они начинают задумываться, люди, вообще, а как правильно жить и ради чего стоит жить. Все второстепенное, все наносное, все пустое, суетное сразу уходит, как шелуха. Остается самое главное, остается душа человека, остается образ Божий в человеке и желание человека идти к Богу. Желание человека наконец-то, хотя бы в краткие моменты последней, последней своей жизни все-таки посвятить самому главному, научиться любить Бога, научиться молиться. И через это человеку открывается вечность, через это человек познает, что он не такое уж и ничтожное существо в мире. С одной стороны, да, смирение, осознание своей немощи, но с Богом человек начинает ощущать свое богосыновство, что мы все сыны Божьи, что мы все призваны не только для того, чтобы здесь в болезнях и трудах провести несколько десятков лет, но призваны все к вечности, призваны все в Царство Божие. И вот это осознание великого достоинства человека, осознание того, что человек это существо бессмертное, человек существо совершенное, которое призвано к тому, чтобы бесконечно совершенствоваться. Собственно, Царство Небесное, оно тоже устроено Богом не для того, чтобы люди пребывали в сточительном состоянии, в состоянии постоянного, как бы, одного и того же. А, как говорят святые отцы, Царство Небесное это место, где святые совершенствуются, потому что совершенство у него бесконечно. Совершенствуется в любви, совершенствуется в молитве, совершенствуется в прославлении Бога. Здесь на земле совершенствование происходит путем преодоления скорбей, а в Царстве Небесном, видимо, как бы, не нет тех скорбей, которые... Да, там уже совершенствование в славе, в торжестве, в радости божественной, совершенствование в любви, а здесь совершенствование среди скорбей. Как человеку увидеть свои грехи, если кажется ему, что он почти ничем не согрешил? Это вопрос очень актуальный, потому что люди, которые в первый раз заходят в храм, часто не видят своих грехов, часто говорят, что у нас, в общем-то, все в порядке, но есть там две-три проблемы, а так, в общем-то, это хорошие, нормальные люди. Это признак того, что человек не получил благодати от Бога видеть свои грехи, потому что для того, чтобы увидеть свои грехи, нужна тоже божественная помощь, нужна божественная благодать. Порой даже людям, которые приходят на исповедь, священники советуют, если вы не видите своих грехов, вы молитесь о том, Господи, дай мне видеть мои прегрешения, научи меня видеть мои грехи, дай мне веру, дай мне покаяние. И вот, когда человек не чувствует своей греховности, самое полезное для него, это взять на себя какое-то молитвенное правило, начать ходить в храм, начать соблюдать посты, начать молиться дома. Вот этот труд, самопонуждение себя, но привлечет благодать Божия. И в какой-то момент вдруг человек начнет видеть себя таким, как он есть. Иногда мешает видеть грехи просто наша рассеянность и суетность, потому что мы утром просыпаясь, сразу начинаем думать о каких-то пустых делах, множество планов, множество разных мыслей, которые одна противоречат другой. И все это мешает нам вспомнить о самом главном, о цели своей жизни. О том, что мы должны служить Богу и исполнить свое предназначение на земле, то, которое Господь нам дам. И вот эта рассеянность, она тоже очень мешает видеть свои грехи. И даже если человек какое-то время просто побудет один на один с самим собой, вот, не будет бегать по магазинам или не пойдет к друзьям, а просто посидит и почитает книгу или помолится, это уже поможет ему начать видеть самого себя. А видение своих грехов не опечалит ли человека? Вот пример святых говорит о том, что видение своих грехов, оно как раз наоборот производит противоположное действие. И, наверное, и каждый человек, который впервые ощутил, что такое покаяние, при этом ощущает необыкновенную радость. и об этом говорит и Евангелие, что великая радость бывает на небе, а едином грешнике кающимся. Эту радость испытывают ангелы на небе, эту радость испытывает священник, который принимает исповедь от глубоко кающегося человека. И, конечно, эту радость испытывает и сам человек. Я помню, когда начинал ходить на исповедь студентам, вот, для меня, конечно, первый момент исповеди было всегда сложным. Надо было преодолеть себя, свой ложный страх, стыд, чтобы открыть свои грехи священнику. Но после исповеди было ощущение просто ликования, торжества, ощущение свободы, легкости. Конечно, это не приводит в уныние, видение грехов. Наоборот, это дает радость, потому что ты начинаешь видеть, а куда тебе идти, куда тебе двигаться. Ты чувствуешь, что при этом помощь Божия, благодать Божия. При этом человек избавляется еще от самообмана. Да, он избавляется и от неправильного мнения о самом себе. Вот, и избавляется от успокоенности, от такой беспечности, что у меня все хорошо, мне ничего не надо. К сожалению, это состояние беспечности, оно и мешает человеку развиваться и двигаться в Бог. Как молитва и пост воспитывают человека, воспитывают добродетели человека? очень вопрос хороший, важный, потому что сам человек не может себе внушить, что ему надо молиться, что ему надо каяться, что ему надо кого-то любить. Сам он этого внушить себе не может. Но когда он просто понимает, подчиняет себя закону Божию, берет на себя Иго Христово, начинает молиться, начинает поститься, ну просто потому, что так положено, так принято, так установлено церковь, ради послушания церкви. Сначала, может быть, он ничего особенного не ощущает, кроме тягости поста, но потом, как проходит какое-то время, он вдруг начинает себя ощущать внутри себя какое-то просветление, какую-то легкость. Он начинает чувствовать, что ему легче теперь прощать обиды, меньше лезут помыслы посторонние во время молитвы, меньше искушений он испытывает, меньше что-то, какие-то страсти в нем восстают, то есть, он на опыте познает пользу поста и молитвы, но для этого сначала надо начать это дело, пока ты это не испытаешь, ты не поймешь, что такое пост и молитвы, потому что христианство, оно очень, оно очень практично, оно познается через опыт жизни, если тебе будут говорить, что пост это хорошо, молитва, хорошо, но ты никогда не постился, не молился, ты никогда не поймешь, что это такое, а когда ты все-таки начнешь, то в процессе этого исполнения поста и молитвы, ты начинаешь ощущать пользу этого, вот, и не только ощущать пользу, но начинаешь чувствовать, что ты, для тебя открываются новые горизонты жизни, жизнь вокруг тебя становится другой, ты начинаешь воспринять мир по-другому, ты людей начинаешь видеть другими, потому что ты сам меняешься, и как признать того, что ты меняешься, люди, которые вокруг тебя, они тоже для тебя меняются, потому что ты уже в них видишь не страсти, которые в самом тебе, такие же страсти ты видишь в человеке, а ты уже в них видишь образ Божий, который в тебе раскрывается через пост и молитву. Любовь называют венцом, венцом набродителей, как ее достигают? Апостол Павел говорит, что плод духовный есть любовь, то есть достижение любви это результат с одной стороны действия на человека в благодати Духа Святого, а с другой стороны результат собственного труда человека. когда человек вместе с Богом трудится, когда подвизается, борется своими страстями, то мало по малу он приближается к этой добродетели, хотя эта добродетель, она настолько высока, настолько она совершенна, что в полной степени, наверное, ее достичь человеку невозможно. Собственно, люди, которые достигли святости, которые пребывают в Царстве Небесном, они тоже совершенствуются в любви и все-таки до конца ее не достигать, потому что абсолютная любовь это сам Господь. Но начало этого пути, как правило, начинается с того, что человек просто увидев самого себя, в нем появляется страх Божий, страх того, что он живет неправильно, страх того, что он обижает Бога, обижает людей близких, страх того, что он напрасно проводит свою жизнь. Это страх Божий, который является началом прямого страха Господня, как говорит Священное Писание. И вот с этого страха Божия начинается путь человека к любви. Об этом пишет Исаак Сирин. Он говорит о том, что невозможно человеку достичь любви, если он сначала не достиг страха Божия. И только через страх Божий человек приближается к добродетелю любви. Если происходит как кажется человеку наоборот, что у него любовь, а страха нет никакого, значит человек находится в прелести, значит он не понимает самого себя. И, наверное, не понимает всю полноту добродетели любви. то, что мы называем любовью, это далеко не любовь, а это может быть какой-то восторг или симпатия или что-то еще. Мы по-другому воспринимаем некоторые вещи, которые нам кажутся совершенно простыми, понятными, а когда человек духовно возрастает, те же самые вещи он понимает совсем по-другому, совсем по-другому. Например, похвала. Ведь в современном обществе считают, что похвала это главный стимул, это очень хорошо, когда человек производит хорошее впечатление, когда его хвалит, когда он имеет успех у людей. А для христианина похвала это страшная беда, страшная опасность, большое искушение. Через похвал он может все потерять, все свое духовное преуспеяние, весь свой духовный опыт, весь духовный багаж, который он накопил большими трудами, он может потерять только через похвалу, то, что его похвалят, и он заболеет тщеславием, заболеет гордыней через эту похвалу. Как же быть, уходить от похвалы, пропускать мимо ушей? Есть разные советы. Часто отцы советуют, что когда тебя хвалят, ничего не говорить в ответ, потому что если ты скажешь нет, я этого не достоин, то это может выглядеть как тщеславие, и скажешь, да, я этого достоин, тоже как тщеславие, поэтому молчать. Но, с другой стороны, невозможно просто молчать, когда человек к тебе обращается. Может быть, имеет смысл поблагодарить человека, внутри себя понимая, что тебя хвалят, не потому что ты этого заслужишь, а тебя как бы авансом хвалят. тебя просто хотят утешить и поддержать, и сказать, не унывай, у тебя все хорошо, не переживай, вот, просто тебя подбодрить, выразить свою любовь к тебе. И когда ты воспринимаешь похвалу как любовь этого человека к тебе, когда ты понимаешь, что он может быть даже немножко привлечивает, он просто говорит, чтобы тебя поддержать, тогда это тебе не повредит похвала, наоборот, она согреет сердце и ответ на любовь к этому человеку, и ты будешь ему благодарен, что он тебя в трудный момент поддерживает. Еще вопрос в том, в какой момент можно хвалить человека, а в какой момент нельзя. Как святые отцы говорят, если человек находится в унынии, в подавленном состоянии, то его можно и похвалить, чтобы его подкрепить, поддержать. И наоборот, если он преуспевает, если у него все благополучно, то в этот момент, наоборот, опытные духовники, опытные старцы, они наоборот, немножко стараются смирить человека, чем-то унизить, чем-то его немножко оскорбить, чтобы он не возносился. Это, собственно, монашеская практика. Почитайте Лествицу, почитайте удивительное повествование о монастыре, в котором жили, монастырь, который назывался Темница, в котором жили, в общем-то, люди совершенные, духовно совершенные, преуспевшие, но они себя постоянно окоевали, они постоянно проливали слезы о своем недостоинстве, о своих грехах, они считали себя такими скверными, что считали, что для них нет ничего лучше, как жить вот в таких тяжелых условиях, почти ничего не есть, не пить, спать там по два-три часа в сутки и постоянно приносить Богу подвиг покаяния. Вот это признак духовного совершенства. Конечно, нам это даже непостижимо, человеку простому, но ведь эти люди, которые находились в этом монастыре, они не играли роли, они действительно это ощущали, такое покаяние, действительно проливали слезы, и душа их не могла успокоиться. Вот это признак совершенно любви в человеке, такая жизнь. А чем самоукорение отличается от самоуничижения? Эти два слова очень близки по смыслу, но если немножко расставить акценты, самоукорение, как правило, понимается, как видение своих грехов и постоянное покаяние Бога за них. А самоуничижение, иногда говорят, самоедство, самокопание, грызение самого себя, оно мешает человеку тем, что оно приводит его в уныние. Когда человек кается, то при покаянии он ощущает, что Бог милосердствует, что Господь прощает грех, что Господь дает силу преодолеть и победить грех. А когда занимается самоукорением самоедством, он не чувствует благодати Божией, он не чувствует от того, что он видит в свои грехи никакой радости, никакого утешения. Потому что он находится как бы во мраке, во мраке своих страстей и, собственно, во мраке своей гордыни. Потому что источником такого состояния, как самоугрызение, самоуничижение, уныние, является гордыня. Человек впал в гордыню, прежде всего. Человек забыл, что все, что он имеет, он получил от Бога. И даже прощение грехов и покоение тоже зависит от Бога. Человек все приписал самому себе. И тогда он впадает в это мрачное состояние самогрызение, самоуничижение и не видит выхода из этого состояния. Это как духовный тупик. Собственно, говоря таким святоатическим языком, это состояние тяжкого греха уныния. Уныния, которое, как говорят, пача гордости. То есть уныния в состоянии, когда человек вообще не видит никакого смысла в своей жизни. Когда человек не чувствует никакой помощи от Бога. Когда человек полностью находится во мраке отчаяния и безысходности. То есть гордость и уныния это близкие состояния? Это состояние очень близкие. Обычно гордость сменяется в человеке унынием. В чем и страшная гордость, что она приводит человек в состояние уныния. Даже на примере болезни, болезнь такая же саврения, когда у человека меняется состояние эйфории и подавленности. Вот это то же самое. Это гордыня и уныния. Уныния и гордыня. И каждый человек в общем-то может впасть в такое состояние, если он будет невнимательным к себе, если он не будет заниматься своим воспитанием. Потому что мы находимся не в пустом пространстве, не в пустом мире. Мы постоянно испытываем на себе какое-то внешнее воздействие, какой-то негативной злой силы. Эта негативная сила, главная цель этой силы погубить человека, вернуть ее в состояние уныния. в состояние расслабленности, в состояние полного отчаяния. То есть погубить человека. И эта сила, она всеми способами пытается то ли человека привлечь к какой-то страстью, то развить в нем гордость, чтобы потом это все обрушилось, и человек остался ни с чем в состоянии уныния и отчаяния. Собственно, апостол, который предал Господа, Иуда, он же как раз и прошел вот эти стадии страстей, сребролюбия, гордыни, и потом страшного уныния, и потом погиб страшной смертью, пошел и удавился. Хотя, как говорят святые отцы, Господь бы и его простил, если бы он принес Богу покаяние. Если уныние является отступлением от Бога, то и эйфория тоже является отступлением? Ну, эйфория, иначе гордость, конечно, потому что эйфория это ослепление, это состояние, когда человек ничего не видит вокруг себя, кроме самого себя. Вот, то, конечно, это очень опасное состояние души человека, эйфория. Хотя, человеку, может быть, кажется, что это состояние такое приподнятое, даже возвышенное, эйфория, изнутри ему может так казаться. есть очень такое, когда мы читаем молитвы ежедневные, там есть такие страстные слова «Господи, избави меня от кровей», то есть от страстей. Любое состояние гордости, эйфории, оно связано со страстью. Когда в человеке действуют какие-то сильные эмоции, в нем развивается страсть. Даже если первоначально эти эмоции были хорошие, положительные, допустим, он услышал красивую музыку, или увидел красивую картину, или что-то еще, или сильно полюбил другого человека, в нем вместе с этой красотой незаметно, поскольку в человеке все смешано. Из-за этого развивается страсть, вот эта горячность, и вот эта горячность чрезмерная человека приводит к тому, что в нем возникают страсти. Почему христианская жизнь, она всегда призывает нас к умеренности во всем, даже в чувствах? Потому что умеренность позволяет сохранить внутренний мир, внутренний равновесие души, чтобы не уйти ни направо, ни налево, сохранить вот этот баланс внутренний, именно в этом балансе и найти этот узкий путь спасения. А когда человек теряет это равновесие или уходит в состояние крайного отчаяния и крайной эйфории радости, то он оказывается под действием каких-то страстей, и, конечно, он гибнет в таком состоянии, если он вовремя не поймет, что с ним происходит. А чем же все-таки эйфория радости губительна для человека? А потому что это состояние, когда человек забывает о Боге, он видит самого себя, он, может быть, видит свою радость, источник, он забывает о Боге, он забывает о том, что источник любой радости для него это Господь. особенно тогда, когда это состояние вызвано искусственно, ведь часто люди испытывают эйфорию даже не потому, что действительно что-то происходит необыкновенное, они себя пытаются искусственно ввести в это состояние, с помощью наркотиков, с помощью алкоголя, с помощью музыки громкой, чтобы настолько возбудить себя, свою нервную систему, чтобы ощутить как бы оторвность от всего реального мира. Вот это и есть эйфория, когда ты ничего вокруг себя не видишь. А радость, наоборот, христианская радость, она очень чиста, то есть человек, находящийся в духовной радости, он очень хорошо воспринимает весь мир, он хорошо понимает смыслы скрытые в его жизни, он понимает смысл каждого события в своей жизни, он видит каждого человека, он видит его состояние его души. Этой радостью духовной отличались апостолы, этой радостью отличались святые люди, которые могли помогать тем, кто к ним приходили, духовным советом, утешением, потому что хорошо видели состояние души этого человека. Потому что радость духовная, духовная чистота дает человеку благодать Божию, и в этой благодати человек может совершать даже чудеса. апостол говорит, что всякий верующий в меня будет дела творить такие же, как я. И апостолы совершали чудеса исцелений, воскрешений, видели судьбу, могли утешить, могли помочь, так же и святые. и вот это состояние приобретается во-первых подвигом, покаянием, приобретается Духом Святым и сопутствуется радостью. Потому что радость настоящая это признак присутствия в человеке благодати Духа Святого. То есть радость спокойная, тихая, светлая. Это радость особая, она спокойная, она не такая, которая рвется наружу и всем кричит о своей радости. Она внутри сердца человека. В чем заключается роль духовника на пути воспитания добродетелей? Как в любом деле нужен наставник, нужен педагог, нужен руководитель, так и в духовной жизни. Особенно в духовной жизни, потому что это очень сложная наука, это наука из наук, из искусства, из искусства духовной жизни. И поэтому здесь всегда нужен тот, кто рядом с тобой, кто может тебе посоветовать, кто сам этим путем прошел, кто может принять у тебя исповедь, кто может помолиться Богу за тебя. И, к сожалению, еще святитель Игнатий Бринчанинов писал об этом, что духовников очень мало осталось. и для многих людей это проблема найти хорошего опытного духовника. Но есть у нас, слава Богу, и святоотеческое наследие, книги святых отцов. Если мы их читаем, если мы их воспринимаем как совет духовника, то это заменяет отчасти для нас духовное руководство. И, собственно говоря, наверное, в любых состояниях Господь может спасти человека, в любом. Если у него нет возможности общаться с духовником, все равно Господь каким-то образом пошлет ему вразумление, какое-то утешение, ответ на теленный вопрос. Лишь бы человек искал этого. Здесь важен даже не столько сам духовник, сколько отношение человека к духовнику. Потому что если ты воспринимаешь священника, который пришел на исповедь, как того, кто может тебе открыть волю Божию, то Господь тебе откроет через него свою волю. Если ты слушаешь его советы, как Бог, если ты принимаешь то, что он тебе советует, если это, конечно, не противоречит заповедию Божьим и церковным правилам, если ты принимаешь с послушанием, со смирением, то это приносит тебе пользу. Даже если, может быть, сам священник и духовный, и несовершенен, и слабый, и немощен, а все равно через него ты получишь пользу. Часто бывает в жизни многих священников такие моменты, что люди приходят и благодарят батюшку, спасибо, что вы так хорошо помолились, и вот мы то, что мы хотели, нам Господь это дал. А на самом деле, может, священник особенно и не усердствовал в этом молитве. Ну, да, может быть, он помянул один раз, может быть, вспомнил на проскомедии этих людей, вздохнул, и все. Но по вере этих людей Господь им дал через священника то, что они просили. И, конечно, вот духовник, это очень важно относиться к священнику именно как к духовнику. Хотя, может быть, он не такой опытный, не такой умудренный, не такой искусный в духовной жизни, но если ты к нему относишься с благоговением, с почтением, то Господь через него тебе и поможет в духовной жизни. То есть в таком отношении закладывается как бы такой фундамент смирения. То есть человек уже не отделен, не самодостаточен, а изначально уже... Да, это принцип послушания церкви. Через священника, через духовника человек как бы вступает в послушание церкви. И вот это послушание церкви, оно и дает ему благодатные силы побеждать свои страсти. Но сам человек не в силах без духовника пройти путь, идти путем воспитания добродетели. Конечно, человеку необходим совет. Если он советуется, то тем самым, во-первых, он отсекает свою гордыню, само мнение о себе, а с другой стороны, он привлекает благодать Божию. Потому что он сам смиряется и говорит, я этого не знаю, я об этом лучше спрошу. У того, кто знает лучше меня. И вот за это смирение и послушание Господь и помогает человеку. Но другое, есть другая крайность, когда воспринимает священника, которому исповедуется, как старца, которому надо открывать все помыслы, у которого надо спрашивать малейшие подробности в своей жизни, а вот какое мне сегодня платье одеть, а пойти мне сегодня туда или не пойти, а купить мне эту вещь или не купить. Люди, прочитав древние потеряки, иногда переносят правила древности на современную жизнь. И это не всегда правильно. Потому что человек, который сейчас живет, допустим, живет в миру, не в монастыре, ему, конечно, дана какая-то степень свободы выбора. Это ведь его ответственность. Ответственность за свои поступки. А порой очень хочется эту ответственность переложить на кого-то и перекладывать на священника. Вот мне батюшка благословил сделать так, я сделаю, ни о чем больше не думай. Но это получается неправильно, потому что ты снимаешь с себя ответственность и перекладываешь ее на духовника. Совсем не обязательно во всех мелочах своей жизни это делать. Каких-то важных вопросов, конечно, надо спросить совета и благословения, и поддержки духовной. Но какие-то вопросы надо решать и самому. Как воспитывать добродетели у детей? Ну, воспитание это прежде всего процесс самосовершенствования с помощью Божьей. И когда человек живет этим, то, естественно, вокруг него вот эта атмосфера распространяется. То есть, для того, чтобы детей научить молитве, нужно самому молиться. Для того, чтобы детей научить ходить в храм Божий, надо ходить в храм. Это будет для них естественно, потому что, раз родители так делают, то, естественно, и детям так же делают. Конечно, какое-то какое-то вразумление нужно детям, какое-то слово, какое-то напутствие, какое-то увещание, но очень аккуратно, чтобы не нарушить их свободу, потому что дети, хоть они маленькие, но они все равно имеют свою свободу. Они тоже люди неповторимые, они люди со своей судьбой. А родители порой считают детей своей собственностью, считают, что они могут им все сказать, все им объяснить, направить их так, как надо, отдать в ту школу, в которую они хотят, тем самым забывая о том, что у ребенка есть тоже своя свобода. Конечно, этим понятием надо пользоваться очень аккуратно, свободой. Конечно, нельзя злоупотреблять свободой, но учитывать, что у ребенка может быть и какое-то свое видение, молитва, и какое-то свое мнение, и какой-то свой взгляд на простые вещи, конечно, надо. Например, когда ребенка готовят к исповеди, некоторые родители ему говорят, вот ты запиши это, 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 вот ты сделал вот то-то, то-то, то-то. Тем самым, они на корню в нем губят желание самому каяться, потому что покаяние, во-первых, это свободный процесс, это процесс, когда ты ни от кого не зависишь, ты сам в себе это увидел, ты сам принес Богу покаяние, и в этом радости покаяния, что ты сделал это сам. А когда тебе скажут, что ты должен вот это вот сказать священнику на исповеди, у тебя пропадает эта радость, пропадает желание каяться. Лучше ребенок придет с одним каким-то грехом и скажет, вот я от своего сердца, как он это понимает, в чем он согрешил, чем родители его научат, напишут ему башку, он придет с такой холодной формальной исповеди. Но это касается и других моментов, не только покаяния, и молитвы, и молитвы в храме, и постов, чтобы вот ребенок ощущал это как собственный путь к Богу. Ему, конечно, надо дать какие-то ориентиры, но все равно по этому пути он должен идти сам. У нас не так много времени осталось до конца передачи. Еще один вопрос я успею задать. Скажите, отец Иоанн, как добродетели воспитываются в совершении добрых дел, в служении? Да, это вот подвиг, который взяла на себя великая княга Елизавета Федоровна, основательница Марфы Маринской обители, преподобную мученицу, которая после великой трагедии в своей жизни, когда она потеряла мужа, великого князя Сергия, убитого террористом Каляевым, она вдруг осознала и ощутила, что для нее смысл жизни открывается в служении бедным. Смысл как бы своего собственного духовного развития, стяжания добродетели как раз открывается тогда, когда человек кому-то служит. Не просто занимается каким-то процессом самовоспитания, а когда он, то, что ему дано Богом, реализует в помощи ближним. Ее слова Елизаветы Федоров были такие, что я вот встав на этот путь служения бедным, несчастным людям, я обрела свет, обрела радость на этом пути. И, собственно говоря, именно через это может быть проще всего достигнуть добродетели. Потому что когда человек начинает помогать ближним, навещать больных, страждущих утешать, с одной стороны он понимает, насколько он в этом деле несовершенен, насколько он неискренен порой бывает. когда ты общаешься с человеком тяжелобольным, ты понимаешь, что он духовно гораздо выше тебя, потому что он созерцает некоторые такие вещи духовного мира, которые уже на грани этой жизни находятся. Он уже отчасти видит вечность. И ты со своим каким-то словом немощным, ты понимаешь, что ты даже не можешь до конца понять его состояние, тем более его утешить. и ты смиряешься, ты понимаешь, что ты очень далек от того, чтобы кому-то по-настоящему помочь, но при этом ты просишь Бог, Господи, помоги этому человеку. И ты начинаешь за него молиться, и ты начинаешь ощущать, что хоть так ты как-то ему служишь. Даже просто ты рядом с ним, даже просто ты его выслушал, ты побыл рядом с ним, выслушал его скорбь, его какие-то проблемы, выслушал его исповедь. И уже этим маленьким каким-то делом ты приобщился его подвигу. Даже не потому, что ты что-то совершил важное, а ты как бы стал участником его крестного подвига. А раз ты участник его подвига, то отчасти и принимаешь ту благодать, которую принимает. И эта благодать тебя очищает от всего ненужного, от всего лишнего. Почему церковь заповедует как одно из главных доброделаний это помощь страждущим. И ведь Господь на страшном суде не спросит о том, сколько мы молитв прочитали, какие поклоны мы делали, а он спросит, посетили ли мы больных, заключенных, напоили ли, алчущих, голодных накормили ли. Потому что именно через это служение человек познает самого себя, приобретает благодать Божия, которая помогает ему духовно развиваться. Спасибо вам большое, отец Иоанн, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей. Да, Господи, благослови нам и помоги нас. Спасибо, Господи. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма иконы Божьей Матери от Рады и Утешения на Ходынском поле, город Москва, Протерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч. До новых встреч.